Музыка Ежегодные ряды пинских медиков пополняют молодые специалисты. На этот раз на свое первое рабочее место после окончания медицинских вузов и колледжей прибыли более 60 молодых специалистов, в том числе 30 врачей разного профиля. Как приняли их в коллективах медицинских учреждений, с какими бытовыми и другими проблемами они столкнулись, что гарантирует им государство и городская власть, как планируют свое будущее и в какой помощи нуждаются. Ответы на эти вопросы молодые специалисты могли узнать на встрече с руководством здравоохранения и Пинского горе-сполкома. Об этом и о тех, кто пришел в учреждение здравоохранения Пинщины, мы расскажем в программе подробности. Немного скорректировав традицию встреч с пополнением, руководство здравоохранения и города провело встречу с молодыми специалистами именно в их первый рабочий день. У нас сегодня состоится заседание с молодыми врачами нашего города, превышенного по распределению. Первое рабочее место им предоставлено в городе Пинске. Это довольно значимое для города Пинска событие, потому что врачах мы нуждаемся. Но самое главное, то, что мы сегодня проводим в совещании, собрании по поводу их социализации в нашем городе. Молодые специалисты всегда востребованы здравоохранением города. Сегодня это еще более актуально, учитывая, что именно медицина в год 80-летия первого региона стала приоритетом социального развития. В этом году, если в прошлом у нас было 43 человека всего молодых специалистов, в этом году 63, то есть больше. И в прошлом году почти в два раза больше в этом пришло к нам 30 человек, это врачей. Соответственно, Министерство здравоохранения нас слышит, обеспечивает коэффициент совместительства у нас по области ниже и по городу, чем в республике. Соответственно, мы укомплектовываем, стараемся, чтобы дефицита кадров у нас не было. Вопрос закрепления специалистов на первом рабочем месте ставится государством во главу угла. Особое внимание выпускникам медицинских вузов и колледжей. Сейчас этот вопрос взят на контроль до уровня президента, Совет Министров. Еженедельное совещание даже контролирует, сколько количество операций молодыми специалистами проведено, кто уже делает сложные, высокотехнологичные. То есть настолько серьезный подход сейчас для того, чтобы молодые специалисты могли получить всю необходимый рост профессиональный и развитие, просто это беспрецедентная сейчас ситуация, случаи наблюдения и рост. Сегодня у всех одна цель – помочь вчерашним выпускникам адаптироваться в нашем городе. Будем делать все возможное, чтобы здесь они закрепились, создали семьи и продолжали свою трудовую деятельность. Город Пинск относится к числу тех городов, где каждому молодому специалисту будет предоставлено и предоставляется жилье по распределению прибытия к первому рабочему месту. Помимо арендного жилья будет речь вестись еще и о наставничестве среди наших уже зрелых врачей, которые окажут помощь не только в профессиональной деятельности, но и как себя закрепить, как наладить отношения в нашем городе. В Пинском здравоохранении мы всегда контролировали молодых специалистов, давали возможность им развиваться. И это как традиция, соответственно, надеемся, что все им понравится у нас. На встрече с руководством города и здравоохранения молодые специалисты узнали много нового, интересного и полезного. Кстати, вопросов, а тем более жалоб или недовольства, не было. И это хороший показатель. Пройдя большой курс обучения, пережив свой первый рабочий день, молодые врачи настроены только на позитив и уверенно смотрят в будущее, в своей такой нужной и такой гуманной профессии. Их ждали, на них надеяться. Мы сегодня приняли молодого специалиста, она уже сегодня отработала первую смену. Мы всегда рады новым, молодым веяниям. Мы ждем от нее такой же отдачи и готовы помогать во всем ей сами. В добрый путь! Сегодня была представлена коллектива, приняли очень добродушно, прекрасный коллектив, очень приятно как бы там работать. Приняли меня достаточно хорошо, коллектив отзывчивый, помогали. В частности, это Людмила Степановна Руда и моя заведующая уже в 4-м отделении, Наталья Васильевна Ружова. Постараюсь в своей практике осчастливить своих пациентов и сделать максимально полезную исследовательность. Это наш молодой специалист Александр Геннадьевич Пугасаим. Прошу любить и жаловать. Как вы рассчитываете на него? Как вам нужны кадры? Да, у нас есть дефицит кадров, особенно детской реанимации. В связи с чем мы этого человека готовили, мы на него надеемся, он много читал и почерпнул много практических навыков. Так что, я думаю, все у нас получится. Смотрел конкретно, что делают практические специалисты, которые там уже 20 лет отработали в этой системе. И, конечно, да, это тоже много дает, потому что чисто сухая теория одна, она, ну, как бы это сказать, ну, без практического применения ее тяжело понять и тяжело применить. А сейчас ты на 50% готов? Ну, не знаю, как сказать, на сколько процентов. Думаю, что на больше 50%. Сегодня первый день рабочий, можно так сказать. Все, коллектив отличный. Принял просто превосходно. Все такие позитивные, добрые. Пожелали хорошего настроения даже, хороших пациентов, чтобы никто не обижал. Все было замечательно. Воду стараться. Так, чтобы не поднести свою фамилию. Да, поколение, бабушка, мама, я. В добрый путь. Это сегодня желают всем, кто пополнил армию людей в белых халатах, кто будет стоять на страже здоровья жителей региона. Молодым специалистам уверенности, не бояться спрашивать, развиваться, всегда быть впереди и осваивать новые технологии. Но все это должно быть в здравии и, конечно же, с ростом демографической ситуации. И, соответственно, выходить замуж, жениться, оставаться в Пинске на радость нашим пинчанам, развивать здравоохранение. Я хочу пожелать молодым специалистам, прибывшим к первому рабочему месту в городе Пинске, в первую очередь, крепкого здоровья, чтобы они выполняли с достоинством свои возложенные на них обязанности. И самое главное, чтобы они нашли себя в нашем городе и продолжали хорошо себя чувствовать и развиваться. Продолжение следует...